Приветствую вас. Для начала было бы неплохо разобраться с тем, почему вас эта ситуация вообще задевает. Ну то есть есть какой-то человек, который ведет себя негативно по отношению к вам. Есть какой-то человек, который вам завидует, допустим. Ну хорошо, хорошо. Он завидует вам, это его проблема, что он вам завидует. Вы-то здесь при чем? То есть вот на мой взгляд, на мой взгляд, да, анализировать нужно именно это. В первую очередь. Понимаете? И уже потом, уже потом, все остальное. Как правило, как правило, исходить при общении с людьми подобного типа нужно из того, что человек хочет. То есть для чего человек ведет себя подобным образом. Вот, как правило, как правило, люди ведут себя так. Потому что им нужно куда-то разрушать свою негативную энергию, им нужно куда-то как-то выращать ее. И они это делают. Они это делают именно вот через такое свое поведение, через такое свое отношение. Игнорировать здесь это очень такое, знаете, посредственное решение, потому что оно не поможет вам. Человек будет искать лосейки и, собственно говоря, так или иначе, будет на вас давить. Самый оптимальный вариант, это общаться с ним, просто, ну, по поводу того, что вас, например, может объединять, да, по поводу того, что у вас может быть общего. И общаясь с ним в этом направлении, взаимодействуя с ним в этом направлении, вы можете соглашаться с тем, что он говорит про, например, вас. То есть, что бы он не говорил про вас, вы можете с этим соглашаться. И вот соглашаясь с тем, что он, значит, он говорит про вас, вы будете лишать его возможности получать то, что он хочет. А именно, а именно вы не будете позволять ему спускать всю негативную энергию на, ну, например, например, на вас. И когда человек увидит, что, что бы он не делал, как бы он себя не вел с вами, вы все равно не позволяете ему делать то, что он хочет. То есть, то есть, никакого облегчения нет, именно вот для него, никакого облегчения нет. Когда это будет, я думаю, что он, ну, скорее всего, сам, просто от вас отдалится. Вот. Я так думаю, что он, я думаю, что он, скорее всего, просто отойдет от вас. Вот. И, собственно, никак не будет с вами взаимодействовать просто, потому что это не приносит какого-либо результата, который ему нужен. Вот. Вот так. То есть, постарайтесь подумать, почему, почему человек пытается вам завидовать, почему человек завидует вам, почему он пытается, там, искупить, подпортить, подпортить вам жизнь и так далее. Но обязательно, обязательно вам нужна и работа над собой. Да. Потому что ваш негатив, чёрная полоса в жизни, как вы говорите, всё это достаточно серьёзно, в первую очередь, потому что это говорит об определённой вашей нестабильности. Да. То есть, вы, ну, неуверенный в себе человек. Вот. И плюс у вас есть сверхмотивация, сверхмотивация к тому, чтобы не потерять учёбу. Вот. Тут, конечно, очень важный момент, да, почему вам вообще важно её не потерять. То есть, для чего вы учитесь, ну, вообще, грубо говоря, для чего вы это делаете. То есть, вы учитесь для понимания, для изучения чего-то, да, для приобретения навыков каких-то. Или, чтобы что. Понимаете? Вот. То есть, насколько у вас, вот, есть вот эта вот цель обучения. Насколько она вам, эта цель важна. Вот. И ещё раз повторю, очень важно, очень важно понять, по какой причине вас задевает его поведение, ну, вашего однокурсника. Вот. Будет здорово, если вы будете демонстрировать ему, что вас никак не задевает то, что он говорит. Вообще никак. Говорит, делает, там, и так далее. Вот. А с интригами, которые он плетёт, может плести вокруг вас, просто соглашаться и всё. Но, скажу вам честно, что я не думаю, что он действительно плетёт интриги. То есть, я думаю, что дело здесь немножко в другом. Я думаю, что дело здесь в том просто, что вам кажется, вы видите её угрозу. Вы видите угрозу или, может быть, чувствуете угрозу в том, что делает этот человек. Возможно, именно, потому что боитесь учёбу потерять, может быть, ещё какие-то есть причины, не знаю. Вот. Но, пока что, я думаю, так. Вот, на данный момент, по крайней мере. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. И, думается мне, что пока вы не увидите, что за вашей реакцией, за вашим поведением скрывается определённая система. То есть, всё ваше поведение – это система. Это определённая система. Система, которую вы вынесли из детства своего. Вот. До тех пор, пока вы это для себя не поймёте, не уясните, да. Ну, я думаю, будет достаточно сложно вам в каждом случае, да, то есть не только в случае с этим человеком, а вообще в любых сложных ситуациях вам будет трудно находить выход. Какой-то. Вот. Так что сценарий вашего поведения нужно исследовать и корректировать. Пока что, то, что я вижу, да, пока то, что я заметил, это определённый такой сценарий, может быть, без успеха. То есть, это вот конкретно запрет на успех. У вас. То есть, чёрные полосы в жизни, тревожность, вот эта вот уверенность – это всё запрет на успех. Ну и, соответственно, всё это можно исследовать, всё это можно корректировать и уже исходя из этого можно будет делать какие-то выводы и рекомендации. Так что, пара консультаций обязательно индивидуальных для работы над этими моментами, которые я вот вам озвучил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.